привет меня зовут анна мы продолжаем изучать окружающий мир и тема сегодняшнего урока мир глазами географа мы сегодня с вами узнаем что изучает наука география обсудим что можно узнать с помощью глобуса и географической карты и немножко углубимся в историю поговорим о первых картах о первом глобусе вообще что такое география как вы думаете сами остановите видео и подумайте попробуйте сформулировать а я вам приведу определение которое дано во многих учебниках география это наука о земле если мы посмотрим на это слово то увидим что она состоит из двух латинских корней это гео что означает земля и графу означает писать то есть наука которая описывает землю которую объясняет как и что на ней устроенной почему те или иные явления происходят на земле география изучает природу земной поверхности и население его хозяйственную деятельность ну что имеется в виду хозяйственная деятельность то чем занимается человек только чем он живет географические объекты это такие объекты как материки и острова города моря реки горы столицы страны и так далее и так далее это все географические объекты то есть все что находится на поверхности земли является объектом изучения географов географы очень активно используют конечно же карты мы с вами знакомы уже с некоторыми из них но вы наверное без труда определите что это за вид карты эта карта физическая на ней изображены формы земной поверхности это и горы до равнины и моря до океаны и так далее до различные глубины при этом на карте есть шкала до которая показывает какая глубина или какая высота до каким цветом обозначена обратите на это внимание вот такую карту вы тоже скорее всего уже видели мы ее точно обсуждали это политическая карта что значит политическая карта это значит карта на которой изображены различные страны их столицы города то есть это все что касается международных договоренностей международных между государственных отношений да но на этой карте условными обозначениями являются цвета да каждая страна обозначена разным цветом да для чего для того чтобы мы могли видеть где какая страна находится кроме этого условными обозначениями здесь являются также различные линии пунктирные линии которые обозначают например границы стран ну и так далее и вот такую карту мы еще ее не использовали она называется карта полушария подумайте на что она больше похожа на карту или на глобус но с глобусом у нее явное сходство в том что она такая же да круг в ее основе является ее основа является круг да то есть полушария изображены формы круга каждая чем у нее с чем она схожа с картой мира картой физической карты мира но тем что на ней как раз изображены природные поверхности до земные поверхности различные но чем она отличается от глобуса отличается от карты мира физической тем что благодаря своей форме она позволяет более точно передать строение материков формы материков форму поверхностей то есть она более точно передает форму земли и благодаря этому она считается более точной но также вам стоит вспомнить условное обозначение на этой карте да синим обозначаем воду зеленым и желтым до светло-желтым это равнины обозначаются этим этими цветами чем темнее тем выше да чем более коричневый более насыщенный коричневый цвет тем выше находится поверхность то есть коричневым цветом обозначаются горы но белым цветом если вы видите да можно увидеть что обозначена антарктида да то есть белый цвет обозначает льды на гна любых картах вы сможете увидеть такое слово как масштаб на него нужно тоже обращать внимание также как на условное обозначение масштаб это соотношение расстояния земной поверхности которые есть на земле с сантиметром которые есть на карте да то есть мы например с вами хотим передать площадь нашей с вами комнаты да например у нас там с вами длина три метра мы же не будем с вами на карту переносить эти все три метра да мы обозначим каждый метр сантиметром тогда у нас соотношение будет один один метр это один сантиметр да точно также с земной поверхностью например если вы видите вот такое 1 к 150 миллионам это означает что в одном сантиметре 150 миллионов сантиметров то есть полторы тысячи километров и посмотрите внизу вот обозначение такое встречается чаще чем вот эти два здесь обозначается да вот этот сантиметр от 0 до 1500 показано да что здесь сантиметр и в этом сантиметре полторы тысячи километров ну что углубимся немножко в историю карты глобуса карты люди начали придумать придумывать относительно недавно на самом деле первая географическая карта была создана аноксимандром ученым который жил в греции более двух с половиной тысяч лет назад вы можете увидеть как выглядела примерно это карта к сожалению она не сохранилась она имела форму круга да как карта полушарий причем земля была в центре да то место где жил этот ученый находилась в центре а вокруг был океан и люди считали что кроме вот этой вот поверхности на которой они находятся больше ничего нет и их окружает океан и если по океану до начать плыть до в какую-либо сторону то можно с планеты вообще упасть до дойти до края света ну мы с вами конечно знаем что это не так но вот две с половиной тысячи лет назад люди представляли именно так себе наш мир нашу планету первый глобус был изобретен в германии его изобрел ученые мартин бихайм в 1492 году интересно то что на этом глобусе не изображены северная и южная америка но подумайте сами почему потому что они были открыты гораздо позже до европейцы освоили эти земли гораздо позже это мы сейчас знаем что есть северная и южная америка тогда не мартин бихайму не другим ученым это было неизвестно и конечно этот глобус не содержал сведения об этих землях ну а в россии 1 картой стал большой чертеж к сожалению он тоже не сохранился но сохранилась книга по большому чертежу которая описывает как была устроена эта карта в ней на ней было изображено около 400 городов примерно 880 рек 60 озер но это была очень неплохая попытка наших предков описать нашу страну наш наше государство и вообще мир ну что подводим итог мы сегодня узнали что изучает география обсудили что можно узнать с помощью глобуса что можно узнать с помощью карты и немножко поговорили о том какие были первые глобус и картой какой была первая карта на руси но у меня на этом все вам спасибо за внимание до встречи на следующем уроке пока